Сегодня в Доме правительства собрались застройщики, дорожники и представители банка. На повестке дня изменения в законодательстве долевого строительства, повышение доступности ипотечного кредитования и ремонт дорог. Увеличить объемы жилищного строительства в ближайшие 6 лет в полтора раза. Такую задачу ставит правительство России перед регионами. В Чувашии спрос на покупку жилья есть. На это повлияло и снижение ставки ипотечного кредитования для многодетных семей. Нуждающихся в улучшении жилищных условий, молодые семьи, которые хотят переехать с общежития в комфортное жилье, у нас тоже в республике достаточно. Цифры они плавающие, но у нас где-то 72-73 тысячи семей граждан стоят в очереди в органах местного самоуправления. Что нам нужно делать? Понятно, нам нужно строить, строить качественное жилье, строить надо комфортное жилье, ну и строить надо доступное жилье. В этом году принято изменение в законодалевом строительстве. Требования к застройщикам стали намного жестче. У компаний должен быть один банковский счет для совершения всех операций. Объем собственных средств застройщика не менее 10% от проектной стоимости объекта. К тому же усиливается контроль со стороны кредитных организаций над финансами строительных компаний. Таким образом, долевое строительство должно стать безопасным вложением для покупателей. Только застройщики пока не уверены, что смогут работать в таких условиях. Я предлагаю, вот было озвучено 1,2%, что на сегодняшний день мы платим. Есть некие примеры по другим регионам. Если это все-таки в нашей с вами власти, давайте только к нашим местным застройщикам отнесемся демократично. То есть я предлагаю вот эту ставку на сегодняшний день сохранить. Потому что и так мы пока не понимаем, после 1 июля в каких условиях мы окажемся. То хотя бы здесь я предлагаю сохранить эту ставку, я пока не пересматриваю. Этот вопрос будет еще не раз обсуждаться, пока все стороны не договорятся. Между тем в Чебоксарах в этом году должны ввести 325 тысяч квадратных метров жилья. Также в Чувашии будут строить и ремонтировать дороги. Аукционы по многим участкам уже прошли. До конца месяца будут заключены контракты. Реконструировать собираются федеральные трассы А151 и М7, которые проходят по территории республики. Уже подтверждены суммы Росавтодора на работу по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог, которые будут, федеральных дорог, которые проходят по территории Чувашской республики, на более чем 2 миллиарда рублей. То есть, соответственно, дорожные работы в этом году подтверждено финансированием на более чем 7 миллиардов рублей. Ужесточилось и бюджетное законодательство по исполнению контрактов. Спрос подрядчиков-нарушителей будет жесткий. За несоблюдение договора накажут рублем, подчеркнул премьер-министр Чувашии Иван Моторин. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.